Музыка Самое интересное, что у нас на этой школе растеневодства, это всегда выезд в поля. Два дня мы занимались в Днепропетровске, а сегодня приехали в Майское и сейчас посмотрим на полях, что, как здесь работает технология на тех полях, которые работают, наверное, самый длительный срок у нас в стране. Идем. Гибридные ОМА, при посеве один центвер, сюда помогли. Что дальше? В сторону, да? В сторону, да? В сторону. Да, да. И азотных динчаток. Нет. Ну, давали там килограмм по пять при проходе каприскувача. При обработке. Мундицидная обработка была. И плюс двече микриллян. Борм. По пятьсот, да? Да. Не по пятьсот, 150. Ми використовуємо реку маски. Ну, мы використовуємо реку маски. Препарат? Ну, это был на основе карбандазина, да? Да, да. Вот это давали. А давали уже когда? В фазе звездочки. Да, да. А тут как? Зерочка, зерочка. Ну, середина. В цьому році густота. Ну, мы взагалі-то в розрахунку рисували 166 сусів, 162 сусів. Так, посевно. Ну, в розрахунку схоже. Да, да. 166 сусів. Ну, у нас рекомендація і то, це загущено. Ми взагалі розрахунку на те, що все-таки новий тіл. Угу. Такой де есть. Вот это вот пласт, который идет. Видите? Вот. Угу. Вот. Вот и вот. Вот. Идеальная почва – это когда вся она вот такая. Вот. Когда она вся такая. А вот здесь вот видно очень хорошо вопрос уплотнений. Не надо злату добавлять, разрыхнувать. Это надо добавлять мочковатую корневую систему. Какой-то зваковой культурой культуры. Вопросом. Ну, правда. Я далеко от края, но тем не менее, это говорит о том, что вот эти вот вещи, вот. вот она. Вот, смотрите, вот. Вот она структура какая. А вот можете сюда вот посмотреть, как работают. вот это вот как раз работа тех насекомых, которые везли. Вот, вот это вопрос, который еще говорит о том, что этому полю надо. Мечковати поедем все си. Да. Она поражает, что, ну, он рассыпается, так как рубка. Угу. Ну, он липкий такой. Вот у нас, ну, где обработи, то там три года у нас всего всего немало. Людин липкий прямо до руки попробуйте. А у вас есть песочек? Это называется жирный чернольон. Ага. Гумусу тут четыре, да? Да. У нас четыре. У нас есть четыре. У нас есть четыре. У нас есть четыре. Два. Есть четыре и пять. Есть четыре и шесть. Есть три и восемь. Есть и три и восемь. Есть три и восемь. На смитых он на тих. Он на склонах. Вот отличное. Вот это не нормально. Вот это отличное. Вот. Потому что вон такими пластами. Нагадаю, как дорогу, что-то твердое переводит. Да не, вот эта структура это нормальная. Вот это хорошая структура земли. Как горечка. Вот это вот. Вот она. Вот она. Вот это структура земли. Это в данный момент, если любой дождик, любая это самая большая влагоемкость данных такого. Вот в этой вещи, вот это ливневые дожди. Вот вы заходили оттуда уже видели, да? Любые ливневые дожди, вы даже видели, вот эти пожневные остатки, оно смыло даже и пожневные остатки. Причем, потому что вот эта вот вещь, вот эта, она, вот это как раз элемент уплотнения. Вот он. Но постепенно, постепенно, это очень длительный процесс, оно в конце концов пройдет вот в такую. Вот если вы, допустим, на похоте или на почве обрабатывающие вещи, там все наоборот. Там, вы верхнюю будете, она в пыли будет вот такая вот, на глубине обработки. Но зато вот там вот, глубже, у вас будет вот такой вот барабан. Поддержав клубник. В смысле, оно является именно литом. Ну, и щелый. Да, да, да. Ну, конечно. А весной же этого же не можно. Весной вы не увидите, потому что весной температуры плюс-минус, это все этот самый. Проблема с его сбором. Да. Вот это, вот этот вопрос решается очень правильно, вы сказали. Это вопрос севооборота. Севооборота и это самое. Вот здесь, в данном случае, это не... Ну, я не скажу, что это серьезная проблема. Она пористая, нормально. Она пористая, она нормальная, она все, в конце концов, но вы видите как. Как она сразу же, вот одну лопату, ну сколько мы там, вот какая-то глубина, да, до 30 сантиметров мы копнули, и видно, что на какую. А вот это вот вся работа, это работа техники. Что здесь было? Вы видите, здесь была пшеница. Соответственно, на этой пшенице здесь ходила техника, комбайны, все остальное, потоп, посев. Наверняка тут какой-то там еще бором обрабатывали, тут, я не знаю, что тут, ну, Сергей Александрович знает что-то. Да, да, да. Вот. То есть техника ходила, и вот это вот все-таки есть этот самый. Но, уже радует то, что вот мы видим там внизу. Потому что любая, вот стержневой, вот вы допустим подсолнечник сеете вот на такую глубину, да? Ага. Все, он, корень идет уже вот туда, и потребляет все питательные вещества, которые там находятся. Давайте кое-нибудь есть немножко. И сюда идем. Окей. Самый лучший. Сейчас будет. Здесь вот, как урожай уничтожать. Вот видите, вот она. Лена, ты сейчас эту, твою любимую не найдешь здесь? Микая рыза. Арбузкулярную. В прошлый раз находилась. Их, может, для нее пока суховато, она не проявляется так. А как у вас с осадками в этом году здесь? Сколько миллиметров? Так же, как и везде. Значит, по состоянию на 13 июля у нас выпало 87 миллиметров. Всего-навсего. Сначала вегетационного периода. То есть апрель, май, июнь. Причем осадки выпадали там по два, по три. Самый большой был 7 миллиметров. Вот это набиралась вот эта сумма. А потом, как только мы закончили уборку, прошли ливни. Один из них 20, а один даже 40 миллиметров. То есть выпало буквально после уборки ранних зерновых ровно столько, сколько выпало за весь вегетационный период до этого. Ну и положительно повлияло на налив. Потому что уже растения цвели, сформировались практически. Подсолнечник и что-то уже. Погода дала, что не жарко было все время. Ну, погода, я вам скажу, жарила у нас примерно так, как сейчас. Ну, сейчас больше тридцати, там тридцать два. На среднем где-то дневная температура. Тогда чуть более комфортней было, но не намного. Меньше двадцати пяти градусов не было. Днем. Двадцать пять, двадцать семь. Кормовые ингредиенты, как они называют, это силос и сенаж и сено. То есть полеводство – это две культуры – кукуруза и люцерна. Ну, с люцерной мы заготавливаем сегодня, вернее, позавчера косили четвертый уже укос. Повезло с погодой. Сено заготавливаем. До этого трех укосов заготавливали сенаж. Ну, и те площади, где немножко там пересохло, убирали на сено. Значит, что касается кукурузы, кукурузу мы изначально сеем всю по зерновой технологии, но целевое назначение силос. После того, если выполняем объем заготовки благодаря погоде и Господу Богу, то все остальное убирается на зерно. Ну, самое главное, что это уже завдято на утилу, критичный период, из-за опыта, когда было выметывание… За пылью не пришло нормально. То есть мы… ну, были тревоги за то, что нальется качами. Ну, опыты выпали, я вам сказал, в какие и когда. Поэтому, видите, то, что видите. Ну, вообще-то смотреть было страшно. Ну, мы сеем Джоди сугубосилосный, у нас нормально иде. ДКС 4490 Монсанта. Что там еще? Лима Грейн 3330. Ну, и местовый тут Борисов Маис. Когда мы оцениваем землю, каждый из нас, кто что оценивает, а я обычно запах. Видите, какая она рассыпчатая. Действительно, сверху тверже, а дальше она хорошую структуру имеет. Хороший запах. Она мне нравится. О такой почве можно только мечтать. Да, да, да. И у нас здесь тоже яторы были. Вот мы носим заставили вот эти яторы. И они такие нам вот, ну, дебно-непистое. Ну, честно говоря, то французы… Мы придбали севалку с дефазными дисками, ну, зерновую, да. Ну, если чуть влажная земля, она не справляется с этим. Если посухи, да, она идеально просто счищает. Не торопитесь сеять? Нет, это нервов не хватает. Это да. Нет, это литом. Это покровник культуры. Мы тренировались просто. Важный момент. Вот это. Воду берем всегда только отсюда. Угу. Температура воды очень важна при обработке. То есть она нагревается? Да. Причем не черные емкости, а светлые. Чтобы нагревалась. Чтобы нагревалась она не горячая. Это более у нас посеянная. Была зимая пшеница, а после горки посеяли покровную культуру. То есть мы видим, сейчас уже началось цвететь горчицы. Здесь разные культуры. Горчица, редька, лен, кукуруза, сорго. Вот проса есть. А вот это что цветет? Вот это редька. Редька, гречиха есть. Вот гречка. Почувствуют сейчас дождя давно, наверное? Да. Давно дождя, наверное, не было, да? Здесь в чем как бы этот? Ну, здесь завышенная просто норма. Здесь 50 килограмм надо было. Надо меньше. Да. А почему 50? Вот лен вижу, да? Да, да. В прошлые годы лето было очень сухое. И всходы как-то не очень были. В этом уже добавили норму. Вот гречка. Вот вика, грох. Ну такая вот. Вот люпин даже есть. Здесь мы сейчас просто посмотрим, как, ну грубо говоря, как впитывается вода на необработанной почве. И как впитывается водой, если почву немного обработать. Ну, допустим, мы там продисковали, грубо говоря. Такой будет экспресс. Вот как у нас. Интересно. Это уже то, что мы видели на этих симуляторах. А это уже... Ну да, принцип тот же. Как впитывается вода на зависимости от состояния от обработки почвы. Ну, здесь где-то. А это просто вот на скорость, как она впитывается. Таких два цилиндра. Миллиметров 120, наверное. Это, по-моему, с турбосена, да? 140. 140. И первое, что мы сделаем, просто возьмем, это вот как раз 0,1 квадратного метра. Ну, а, плохо. 100 квадратного. Что мы делаем сейчас? Ну, сейчас мы как будто вот возьмем, сделаем обработку. А, обработная почва будет, да? А это пули сколько лет обрабатывать? С 1998 года. Слушай, меня... Рома, тебе не жалко его копать? Ну, для этого нет. Для науки? Да. Требуется жертва, да? Да. Ну, то есть, грубо говоря, как мы. Измельчаем, да? Тоже там две дисковки или там культиваторы еще. Сейчас мы вот так... А заметьте, оборачивать пласт не хочет. Завод даже червяки. Блин, червяка покрошил. Вроде этот, но... Вот где-то попал на колокольчик. Так, ставим цилиндр. Чуть-чуть мы его... Давайте вот так. И рядышком поставим. Как есть. Ну, не обработная почва, да? Да. Так, ну... И сейчас мы замерем водичку. Это что, получается 20 лет? Да. Ну, да. Слышно подумать. Надаваем педринку, да? А теперь смотрите здесь. Ха-ха-ха-ха. потихоньку уходит, там быстрее было но не так и должно быть там мы прям в тяном колесе до лифта лей еще смотрим сюда теперь здесь вообще ничего не исходит а здесь уже пусто здесь еще первая оставь воду чуть-чуть а теперь смотрите что происходит почему вот там что происходило там и она медленно уходила но быстрее чем здесь что Рома сделал обратите внимание он убрал пожневные остатки видите и сразу же идет замоливание здесь понятно он обработал здесь он убрал пожневные остатки а что здесь я сделал единственное что я сделал все пожневные остатки здесь и здесь медленнее уходило здесь вы видите уже вторая и к сожалению и третья ушла то есть не только почва но еще что на ней находится что происходит вот этот опыт показывает сила дождя капля она происходит вот эти вот сразу же капилляры вот эти забивает и вода не просачивается вот вот отсюда если мы отсюда видим вот где без пожневных остатков убрали пожневные остатки вот она влага просочилась вот до суда здесь видно уже сухой слой вот вот сухой слой теперь давайте посмотрим что происходит здесь вы видите что она даже хлюпнула вон смотрите что здесь видите какая грязь да там проникновение чтобы туда не пошло то есть видите какая грязь вот это это уже грязь вот она причем там мы видели вот это грязь вот она сухого не видим сухого не видим сухого не видим а там мы видим раздел теперь давайте посмотрим что здесь вот сколько мы уже ходим вот обратите вода еще до сих пор стоит вот это тогда когда я даже руки вот могу помыть тогда когда вот осадки которые выпадают задается вопрос вот как вы думаете сколько здесь миллиметров выпало воды вот здесь если это взять замерить сколько это миллиметров это получается всего лишь 10 миллиметров дождя 10 так вот что происходит замыливание и потом если склон вся эта водоуха он не может принять причем вы видели это поле ноутил 20 лет три способа рома обработал почву лопатой там он просто убрал упражненные остатки а здесь с упражненными остатками сюда мы влилили две баклажки воды и она ушла там да она уходила но не с такой скоростью а здесь до сих пор стоит вода теперь давайте посмотрим что здесь будет ничего ничего вы видите вот смотрите вот она стоит вода видите смотрите какая грязь да 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 теперь давайте посмотрим что произошло здесь вот вы видите поверхность вот она граница сюда она ушла это когда мы убирали а вот если посмотреть вот она я разбираю вот это грязь которая сверху не дает нам возможность при таких дождях влезть в почву а дальше сухо дальше дальше сухо дальше все идет сухо вот вот и сравните здесь где на какой глубине вот эта грязь вот это эффект то что происходит как работает наша почва как они аккумулируют эту единственную живительную влагу капли дождя вот простой наглядный пример причем это поле 20 лет на утих сделайте с этим полем вот так и у вас уже не будет это работать ну я уже не говорю что если что происходит если так вот и все наглядно просто вода действительно очень быстро уходит и вот смотрите если здесь я брал у меня руки вот смотрите здесь если я взял грязь то здесь смотрите какая земля но она вся распадательная она она вся пропитана но она структурирует а здесь грязь и я беру с нижних слоев лопаты не здесь а с нижних слоев лопаты и вот если я ее сейчас сожму если я сожму вот эту попробуйте ее распать а вот а вот потом это вот так вот мы постоим это все высохнет это будет кирпич это будет кирпич это будет кирпич потом этот кирпич чтобы его разбить надо диски пустить там еще какую-нибудь херню плуг там еще еще давай и потом говорят ооо блин а если по этому кирпичу еще проедет какая-нибудь техника то это будет строительный материал а здесь да вот она проехала она с амортизировала а здесь она нету сильного а здесь она вот я ее беру так же делаю да получается причем заметьте здесь вода не ушла и уже вот такое а здесь сколько мы влилили ну а здесь сколько мы влилили мы дважды или трижды вот таких вот размеров мы вылили по литру по литру вылили это все равно что 10 мм дочь нет 10 мм это вот а вот эта высота а мы-то трижды или четырежды раз а последние дожди которые у нас происходили там по 30-40 мм и мы говорим ооо влага а где она в балках вместе с питательными веществами вместе с нашим и рабца не будет обработанной почвы при таких этих вещах и заключение а что заключение думайте сами решайте сами иметь или не иметь что скажете по вот этой смеси по состоянию смеси чуть больше месяца от момента посева и вы видите крестоцветные культуры уже и зацвели и даже начали создавать стрички вот единственное замечание мы немножко как сказать превысили норму высева хотелось бы учесть и в будущем все можно реже потому что вытянулась и друг дружке составила конкуренции а подсосчик это входил в смесь или это падает смесь да он входил в смесь тут немножко из-за наверное погодных условий бобовые не захотели но они холодные и в жару они не все взошли а как дальше вы будете с этим видите кое-где лебеда дает семена будете останавливать детерминировать останавливать не будете в принципе вы знаете как рассуждали если бы не крестоцветные компоненты то все остальные они могли бы дожить до ухода в зиму и сами вымерзнуть но из-за того что они уже осеменятся скоро и потом сорнячки тут есть мы сеяли в пшеницу без обработки глифосат глифосат здесь не было не было то есть уборкой сразу посел седиратов поэтому приняли решение все-таки как не убить а остановить рост понятно мы дискутировали недавно полтавской области каким путем идти или вот без глифосата и с глифосатом у них проблема это амбрузия и если без глифосата есть конечно ее меньше чем в чистом поле а второй вариант это обработать глифосатом и потом посеять либо посеять а потом обработать все хозяйское дело тогда может быть дольше можно было подержать если бы не было вот этого у нас конечно конечно дольше или даже до зимы или ну смотря эта стратегия работает сейчас жалко просто уничтожать жалко это ж углероды очень жалко смотрите горчица ничего а вот речка она может перезимовать даже яровну 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 ну вот это ага будет она филика филика или розовька она может потом сходить вот из та которая уже образовалась в трючочках она может потом сходить когда она не должен а как решать горбу посела и поместить а какие еще смеси в этом году вы у себя на полях все это все зависит от того какая проблема у нас либо мы хотим разуплотнить либо хотим напитать питательными веществами ну в основном это у нас микоризные то есть злаки с бобами там где микоризу можно простимулировать вот а это у нас тут немножко разуплотняюще я смотрю тут даже просто это форда это форда 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 это форда форда